Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы меня слышите? Прошу обратную связь. Включайтесь поактивнее, потому что... Дорогие наши зрители, дорогие наши гости и участники нашей онлайн-конференции «Массаж для здоровья». Трансляция эфира продолжается. И я прошу вас в чате поставить плюсики, если меня видно и слышно, что есть звук. У нас просто будет очень интересное, очень увлекательное, эффективное продолжение вечера. И я хочу быть уверен в том, что трансляция будет наилучшим образом и нет никаких у нас задержек технических. Напомню также, дорогие друзья, если вдруг у кого-то мутное изображение, видно плохо, шестереночка внизу вашего экрана поможет вам выставить качество видео наилучшего качества. 720 HD для высокоскоростного интернета. Бывают случаи, когда наоборот звук зажжевывает. Это значит, что интернет не очень скоростной. Можно выбрать качество изображения поменьше. В общем, друзья, делайте как вам комфортно. Вижу, что идет изображение. Вижу себя. Дорогие друзья, Итак, я вам с большим удовольствием представляю гостя, эксперта, который сегодня поделится своими секретами. Буден Олег Алаф. Специалист с огромным стажем работы. Основатель и президент Академии телесно-ориентированных практик. Альфа ТОП. Вы многие слышали об Олеге Алафе. Олег собрал огромное количество мастеров различных школ. От кинезиологии до хилерства, от англ и медитации до выхода в астрал. Ведет обучение, тренинги по мануальному массажу. И сам имеет опыт массажиста уже более 10 лет. Рады вас видеть этим вечером. Передаю вам слово. Спасибо, спасибо. Всем тоже огромный привет. Я, в общем-то, впервые веду вебинар, поэтому прошу у вас обратную связь мне давайте. Есть вот чат, я его вижу, по крайней мере. Но я не знаю, как видите ли вы меня, слышите ли хорошо. Поэтому, ну, меня представили, вам, наверное, все было слышно, да? Хотя бы напишите плюсик, интересно вам или нет. Как видно, по-быстрому просто ставьте плюсики. Сколько вас человек, я пока тоже, к сожалению, не знаю. Так что давайте я смотрю чат. А пока скажу, что тема нашего вебинара сегодняшнего будет как заработать на массаже. Дело в том, что многие начинающие специалисты, они озадачиваются этой проблемой. Многие люди, которые уже работают массажистами в той или иной структуре, ну, например, в поликлиниках, там, или в каких-нибудь медицинских центрах, они зарабатывают не так-то много. Но при этом ходят слухи, и они знают, что кто-то где-то зарабатывает вообще босрословные деньги. И вот непонятно как. Как это вообще происходит. Так, я вижу только два человека, Татьяна и Екатерина, пока поставили плюсики. Значит, видимо, слышно хорошо. Давайте знакомиться дальше. Ну, как вы знаете, меня зовут Олег Иловгудвин. Я вот уже меня хорошо тут представили. Президент Академии, основатель Академии интересно-ориентированных практик. Вот сзади меня, может быть, увидите. Вот логотип висит, да? Сайт, где вот наша там продукция. Я сам произвожу много тренингов, вебинаров, мастер-классов, выпускаю онлайн-продукты. Вот сейчас я вам кое-что продемонстрирую тут. Так, вот я не знаю, видно, да, картинку? Ставьте быстренько плюсики, кто нас слышит, кто сейчас во внимании. Видно, да? Да, видно. Потому что у меня там какое-то вот такое зазеркалье пошло. Видно, да? Да, все нормально. Ага. Так, ну вот тут просто продемонстрировано. Тут я и для женщин продукты выпускаю, и для детей. Потому что многие начинающие специалисты... Ой, чуть не то включилось. И для детей, и по массажным технологиям, и тут для женщин есть курсы. Провели мы достаточно... Ну, тут с сертификатами люди, которые у нас попадаются. Это старая информация. Мы провели уже более 30 или там 35 тренингов. Более 300 человек у нас отучились. Многие трудоустроенные. Кто-то уже приходит к нам просто за повышением квалификации. Кто-то... Ну, вот именно мануальный массаж, мануальная терапия. Она сейчас очень популярна. На ней очень хорошо люди зарабатывают деньги. В отличие от той классической школы массажа, которую обычно обучают. И, соответственно, людям это нужно. Люди приходят, обучаются. Вот тут кое-где показано, как проходит обучение. У меня в школе. Вот так вот резко. Ха-ха. И готово. Раз-раз там позвонки ставим на место. Шею вправляем. Грыжу устраняем. Все это коллективно. Все это внедряется в жизнь. Люди получают сертификаты. Трудоустраиваются. Это практично. Потому что наши тренинги идут очень быстро. У меня это все происходит экспресс-метод обучения. То есть, воду всю мы исключили из тренинга. И оставили только практику. Мы все проходим на натуре. Друг на друге все это отрабатываем. И после практики, в общем, сразу трудоустраиваются люди. Даже вот были такие примеры, когда на нашем тренинге ученики тут же... Вот проходил тренинг просто в офисном здании. Там много офисов другими этажами расположенные. И два ученика сбегали быстренько. Нашли тут каких-то девушек, которым нужен был свойственный массаж. Перевели в обеденный перерыв. Прямо у нас на тренинге сделали массаж. Этим заплатили денежку. То есть, тут же заработали. Кто-то прямо берет у меня массажный стол. Говорит, может, я возьму в аренду. Ну, столы такие, которые складываются, да, в таком чемоданчике удобно в руку взять. И уходят и говорят, все, я с понедельника начинаю работать. И действительно начинают работать. Так что, есть просто некоторое заблуждение о том, что каким-то наукам и какой-то профессии нужно обучаться долго. Я пропагандирую то, что на самом деле обучаться нужно недолго. Это делается достаточно быстро, за считанные дни. И расскажу вам такой пример. Сейчас расскажу, но просто хочу получить обратную связь. Вы мне скажите, кто из вас уже является массажистом? Или хочет научиться? Или вообще попал не туда? Отпишитесь, пожалуйста, в чате, чтобы я просто видел. Вот тут Алла Иванова последняя писала. Кто у нас еще есть в чате? Давайте проявите, пожалуйста, активность. Пишите, пишите, кто сейчас работает массажистом, чтобы понять, для какой аудитории я вещаю. Кто хочет стать массажистом с нуля, сначала, вот еще никак. Не массажист, да? Или кто хочет, может быть, там только для себя изучить, для своих знакомых. Напишите в чате. Я просто продолжу рассказывать. Когда-то вот недавно, буквально месяца два-три назад, я попал в аптеку, обычно аптеку ночную. Ну, там выбирал какие-то лекарства. И провизор, в общем, увидел, что я как-то профессионально в этом разбираюсь. Он говорит, о, в этом то-сё, понимаете. Да, начал расспрашивать меня. Ну, слово за слово зацепились. И я вот, в общем, у него узнаю. У фармацевта такой молодой парень достаточно. Ну, как, на вид оказался лет 27 примерно, 30 может. И оказалось, что он 6 лет обучался в институте медицинском. Плюс еще 2 года ординатура была. Плюс 2 года аспирантура была. Плюс еще 2 года он какие-то, ну, где-то на лабораторных, вот, лабораторную практику проходил, да? И только после этого он устроился фармацевством. Только представьте, 6 лет обучения для того, чтобы устроиться на должность, где он зарабатывает, ну, там, от силы 700, а то и 500 долларов в месяц, да? Я про себя промолчал, честно говоря. Потому что, ну, мне даже стыдно было сказать ему, вот, я такие же деньги зарабатываю за 1-2 дня. При этом я обучался этой профессии всего лишь 2-3 дня. То есть, вы понимаете, это несопоставимо. Не нужно как-то вот долго учиться, чтобы выйти на какие-то там большие деньги. Тем более, ну, какие большие деньги? У нас высшее образование стоит в среднем, ну, сейчас уже очень многие платные, особенно если второе, да? От 2 тысяч долларов в год. А то и специфические, специальные образовательные программы есть за 5, 7, 10 тысяч долларов в год, представляете? И люди, обучаясь на них, устраиваются потом на работу, где зарабатывают тысячу, ну, от силы, там, максимум, полторы, две, ну, три тысячи долларов в год. Ну, ой, не в год, извините, в месяц. Ну, как-то, понимаете, несопоставимо. Так, я вот вижу, что пишут для себя, для себя, сначала для себя, кто-то. Ну, я надеюсь, что-то отписывается очень мало из вас. Ну, я надеюсь, что после нашего вебинара многие поменяют мнение и поймут, что, в принципе, это большая доходная часть. Может быть, даже сначала будут для вас, как второстепенный, там, вид заработка дополнительный, да? Вот я просто про себя расскажу. Когда-то я обучился массажа, ну, действительно, за выходные два дня. И вообще не думал, что это будет моя профессия. Просто из любопытства я это все изучал, дорогие мои дамы и господа. Да, но я смотрю, у нас в части в основном девушки почему-то, да? Михаил Мочульский вот был. Сейчас что-то не пишет. Сейчас как-то вы редко отписываетесь. Пишите, пишите, хотите, там, продолжаем эту переписку. Кто хочет зарабатывать, кто хочет трудоустроиться, кто изучает только для себя, чтобы я понимал, для кого я вещаю. И, соответственно, вот смотрите, я обучился массажу, да, и забыл вообще про это дело. Но потом жизнь повернулась так, что я лишился работы. Около полтора года был безработный. И совершенно случайно мой друг мне сказал, вот там место освободилось в бане. Не хочешь ли попробовать с массажистом поработать? Ну, я говорю, да, давай попробуем. И пошло, и поехало. Я начал ворочать людей. И понял, что на самом деле прекрасней профессии нет. Потому что, ну, во-первых, это хорошее, позитивное общение. Люди приходят разные. Ну, бывают, конечно, там и инвалиды, и с болячками, и страдальцы всевозможные. Они, как правило, жалуются, да. Но в основной своей массе, вот 95, наверное, 98% людей, они на позитиве, понимаете. Они несут вам заряд вот этот эмоционально-энергетический. Вы им дарите пользу, безусловную, от которой отказаться невозможно. Они вас благодарят. А есть такие люди, которые, ну, я не знаю, такой другой, наверное, профессии, где вы видели, что благодарили, например, продавца в магазине, там, да, или консультанта. Некоторые вот, ей-богу, возвращаются ко мне и раза два, три, четыре, жмут руки. Спасибо, Олег, спасибо, там вылетел. Ой, все прошло. Ой, там у меня зажим был, там все прошло. Спасибо, благодарят. И оставляют видеоотзывы. У меня их полно. На канале в Ютубе, там, ВКонтакте, везде все это есть. Так что, если кому любопытно, я вам это все покажу. Так вот мне тут пишут. За два дня профессионалом не стать, хотя деньги, наверное, заработать можно. Да, естественно. Если вы имеете в виду профессионала такого, который, ну, гуру, массажа, суперспец, ну, как понимать, как балерины нельзя стать за два дня, да. Понятно, тут нужна практика. И я про то же и говорю. Что на самом деле есть некоторое замещение в понятиях у людей, что есть знания и что есть работа и профессионализм. Знания можно получить, и я вам гарантирую, можно за два дня получить. И, по сути, не важно, сколько вы обучаетесь. Вы можете обучаться этой профессии два дня, прочитать две книжки, можете обучаться ей два месяца, два года, или вот 12 лет, как вышепредставленный человек, фармацевт, да. Не важно, сколько вы этому обучаетесь, а важно то, сколько вы это практикуете. И, понимаете, тут есть некоторая смелость, когда я начал, например, опять же, извините, перейду на себя в качестве примера. Так, экран что-то не показывается. Видите, да? Да, видно. Белый лист, да, вот я сейчас нарисую. Просто есть у людей такое вот понятие сейчас. Есть формула такая быть, делать что-то и что-то иметь, да. Обычно люди ставят вот в такой очередности их, да. То есть я сначала буду кем-то, ну, например, стану профессионалом, пишет там девушка, да, Галина, что профессионалом невозможно стать. Вот, значит, такие люди обычно думают, вот я стану профессионалом, буду долго учиться, да. Потом только я буду делать. А через сколько делать? Ну, может, через три года, может, через шесть лет, может, там, через... Может, к пенсии только буду делать, да. И потом иметь, они ставят вот это иметь на последнее... В этой формуле последнее место. То есть иметь такой-то, такой-то определенный доход, да. Есть другая категория людей, которые думают, например, вот так вот. Я сначала буду делать, да. Тогда я... Ой, вот это быть я, честно говоря, написал по-английски, сейчас извиняюсь. Надо все-таки придерживаться русской нашей тематики. Вот. Например, некоторые думают, я буду делать, 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 потом я стану профессионалом, да. То есть буду кем-то там, получу какую-то квалификацию, получу там разряд, там, или еще что-то, да. Или там повышение по службе, да. И тогда я буду что-то иметь. Вот так люди думают, да. Есть другая категория людей, которые сначала говорят, я буду иметь сначала, да, вот пусть у меня будет хороший офис, крутые секретарши, там, крутая мебель в офисе, да. Везде реклама про меня. Тогда я вот буду там делать какие-то услуги, да, например, предоставлять населению, да, фирма моя будет работать, да. И тогда я уже буду там супер бизнесменом или профессионалом, да, или там миллиардером. Вот, видите, люди думают по-разному, да. Вот что они вперед ставят, это очень важно. Но здесь в этой формуле, я вам скажу, не хватает еще одного знаменателя. Знаете, какого? Ну, не буду спрашивать, потому что вы что-то в чате вообще не активно отписываетесь. Скажи, пожалуйста, сколько нас там слушает человек, Евгений? 70-70 сейчас. Слушаю, да, что-то они вот не очень активные. Вот, ладно, по поводу знаний, вот мы сейчас говорим, да, в этой формуле хватает еще знания, букву такой, Z напишу, да. Некоторые знания, вот куда его поставить? Впереди этой формуле или посередине, или сзади? Вот тоже, все люди ставят по-разному. Так вот, знания, у нас почему-то считается, что знания это сила. Такая формула, вот у нас в головах сидит, да, со времен Советского Союза. Что знания, они несут много-много-много полезного. Ой. Так их там красненьким нарисую. Много полезного. И в итоге получается, что люди занимаются только этим знанием. Они начинают накапливать. Знаю еще там что-то, да. Знаю еще что-то. Знаю еще что-то. Знаю еще что-то. Знаю еще что-то, да. Вот. И такая получается воронка. То есть они постоянно копят знания. Копят, копят, копят. И в итоге не понимают, что попадают вот в эту воронку, которая затягивает их вниз. Ну, видите, похоже на спираль, да. Вот такая вот воронка. Не знаю. Мышки не очень удобно рисовать. Ну, понятно, надеюсь, да. То есть знание нас затягивает вниз. И, по сути, вот это обман, что знание – сила. На самом деле знание – это бессилье. Сейчас объясню почему. Потому что психологически получается так, что человек, он копит эти знания. Он при этом боится начать что-то делать. Вот, ну, хороший пример, например, в кулинарию. Да, вот многие, может быть, из вас или из ваших знакомых смотрят телешоу, как готовить там, да, книжки покупать о кулинарии. Общаются с людьми, да. И вот уже кажется, что они знают все там, ну, например, про плов, да. Как делать аджарский плов, китайский плов, узбекский плов, там, таджикский плов, там, да. Какие помидоры нужно найти, там, бакинские, черепомидоры или еще. Какой рис добавить, там, длинный, продолговатый, там, черный, серый, белый, там, короткий, круглый и так далее, да. Но они не начинают готовить, даже, ну, максимум себе, там, может быть, яичницу с помидорами делают. Почему? Потому что вот есть некоторое такое преодоление зоны комфорта, понимаете, вот они когда знают, как это все дело, да, они как бы себя чувствуют вроде бы важными, да, ну, на какой-то себя там воздвигают, на какой-то там уровень, да, ну, не буду говорить пьедестал, да, ну, вот, некоторый уровень там важности для самого себя, да, но только они начнут делать, они понимают подсознательно, что сделают ошибку обязательно, да, и тогда их весь этот пьедестал разрушится, они боятся вот этого разрушения, и тогда не идут в дело. Но я вам скажу, что я изобрел новую формулу. Когда вот это вот быть, делать, иметь и знать, оно все находится вместе, оно все находится в одной точке, понимаете, то есть это можно сделать все одновременно, как я и поступил, и также, в общем-то, скажу про себя. Вот тут вот пишут, что нужно иметь, чтобы делать. Иметь нужно прежде всего смелость, чтобы быть, чтобы делать и чтобы знать. Я вам скажу, что дошел до такой степени, наглости, может быть, сейчас что-то тут не переключается, до такой степени дошел, что я обладаю сейчас на данный момент около 20 профессий, может быть и больше даже, ну, неподсчитанное количество. И чтобы ими обладать, не только обладаю, я и работаю в них, и зарабатываю в них деньги. Но чтобы этим всем обладать, я не заканчивал, ну, сами понимаете, 20 институтов нельзя закончить. Хотя у меня два высших образования, и ни по одному из них я, кстати, не работаю, но я работаю по тем образованиям, которые я получил сам для себя и получил из практики. Я, например, я сценарист, пишу книги, сценарии, там, к фильмам, создаю компьютерные игры. Я мультипликатор, я художник, я маркетолог, интернет-маркетолог, да, я рекламщик, я знаю все законы рекламы в интернете и онлайн и оффлайн, да. Я 3D-визуализатор, то есть я делаю в 3D интерьеры с полностью фотографическим качеством, да, по которым камера вот едет, и она может полностью просмотреть будущее, то, что еще пока нет, да, но вот то, что мы будем строить, например, да. И как вы думаете, я эту профессию изучил? Где-то ходил, где-то там мушился, да, по 5-10 лет в институте, да нифига, просто начинал работать, назначал себя на вот эту должность, понимаете, вот формула быть, да, как я вам говорил, а вы экран не видите сейчас. И, соответственно, получал, получал все сразу и имел, ну, доход, да, и знания сразу получал, и делал сразу же, да. То есть это было все сразу сконцентрировано в одной точке. И также вот по поводу массажа. Я просто стал работать с массажистом, да, в конкретном месте, в бане, себя назначил на эту должность, да, и сразу пошло приобретение знаний до такой степени, что, ну, вот, господи, преподаю уже, видите, то есть, ну, учеников у меня есть, я уже даже ученики мои уже работают. То есть, понимаете, нельзя, вот, конечно, там пишут, что за два дня профессионалам стать нельзя, да, нельзя. Но практика массажная к массажисту приходит через ваши руки. То есть, ну, есть такая поговорка, как-то говорится, что только через два года ваши руки, ваши пальчики будут знать больше, чем знает ваш мозг. То есть в некоторых даже случаях я методом пальпации что-то там делаю, да, прощупываю человека, косточки смотрю, позвонки, а голову, свои глаза закрываю, чтобы отключить свой мозг, потому что мозг мешают. Вот это накопленное знание, они уже начинают на некотором уровне мешать. И с другой стороны происходит что-то другое волшебное. Происходит включение знаний свыше. То есть, они приходят, как бы, ну, из ниоткуда, не из прочитанных книг. Вот я вам сейчас тоже это поясню. Так, вот кто-то пишет мне, делаю массаж, курс один месяц, медицинского нету. Учиться долго? Два года? Десять месяцев? Стоит ли учиться? Смотрите, по поводу медицинского образования, это на самом деле не всем нужно. Если, ну, вот я работаю без медицинского образования, да, у меня куча знакомых массажистов работают тоже без него. Если только вы не устраиваетесь в какой-то там специальный салон медицинский, да, или в медицинское учреждение, санаторий, там, пансионат, да, там, как бы, это обязательно, это требуется. Но и то можно устроиться, если там по знакомству, да, или там через каких-то своих людей, то без этого медицинского образования. Самое важное, как люди о вас отзываются. То есть, ваша слава, ваша молва о вашем умении, о ваших способностях, она обычно переезжает все те документы, которые вы можете взять, эти корочки, да. Я вообще против этих корочек. Ну, дело личное, дело каждого. Можно и два года обучаться, десять месяцев там, да. А можно и, ну, опять же, вот видите, два года, может быть, там насчитывается много техник, много практики, много теорий разные, да, анатомию там изучают. На самом деле, вот в моей школе, академии Альфа ТОП, ну, вот еще раз покажу, да, вот логотип там в интернете можете найти. Кстати, по вот этой фразе, академия телесно-ориентированных практик, можете найти нас во всех социальных сетях, в Ютубе, в Инстаграме, в общем, где угодно. Так вот, у нас там только 35 видов массажа насчитывается, понимаете. Это не значит, что вам нужно все знать, да. И вот то, что вы там пишете, два года программа какая-то, может быть, там действительно просто объем большой. Я же про чужие школы не могу сказать. Но, в принципе, чтобы начать зарабатывать, достаточно изучить одну технику или один какой-то вид, наиболее эффективный, то, что потребно людям. Ну, опять же, вы выбираете под себя. Ну, например, ваша сфера или вам нравится, да, или вы живете в таком регионе, где, например, много детей, да, или рядом находятся там детские учреждения какие-то, да, пансионаты там, детский дом или что-то еще, клиники какие-то, да. Вот там такой массаж востребован будет, да, и вы изучаете только одну эту работу с детьми, да, и начинаете в ней работать. Или вы работаете, ну, например, только антиселлюлитный массаж, да, и специализируетесь там на женщинах, да. Или вот я, например, обучаю мануальному массажу, потому что вам скажу, что 90% случаев люди обращаются именно за этим, потому что это мгновенное быстрое снятие всевозможных болей в пояснице, в шее, в позвоночнике. Ягодичные вот эти вот седалища, нерв, да, все это снимается достаточно быстро, иногда хватает двух, трех, четырех там сеансов, да, и человек полностью без боли убегает и даже забывает, что у него что-то было до этого. Так что нету однозначного ответа на этот вопрос, но учиться стоит, повышать квалификацию всегда не поздно. Даже если вы что-то знаете, можно дополнительно пройти любые дополнительные методики для того, чтобы, для чего, опять же, вот наш семинар сегодня, вебинар, да, о том, как повысить доходность массажиста. Просто ваше разнообразие услуг, ваше вот количество, да, ассортимента, оно является вашим арсеналом, в котором вы можете зарабатывать. То есть, одному и тому же человеку можно предложить дополнительно и баночный массаж, да, и обертывание, и, может, какие-нибудь сопутствующие, продать масла, кремя, мази. Понимаете, то есть, вы можете связаться с какими-то фирмами, с официальным дистрибьютором, да, и продавать дополнительно своим клиентам вот это вот все. То есть, возможности повышать свой доход тут тоже не ограничено. Я вам даже скажу, что, по сути, и сам чек от одного вида массажа, он тоже не ограниченный. Он резиновый, как бы, да, то есть, один и тот же массаж может стоить как 500 рублей, так и 1500 рублей, так и 1000 рублей, так и 10000 рублей. Ну, вот, например, из моих клиентов, сейчас я вам покажу видеоролик такой, где понятно, сколько люди платят, например, за один сеанс массажа. При этом, не важно, сколько он длится, он может длиться 15 минут, может длиться, там, час, полтора часа. То есть, вам-то, по сути, не важно, насколько вы делаете больше свою практику на 15 минут, на 20 минут больше, да, или меньше. Но важно, чтобы сумма была другая. Вот, например, у меня был Артемий Троицкий, видите, музыкальный критик шоумен, он 4000 оставлял за массаж. Леонардо Миньян Марти, это вот из Бразилии приезжал такой певец, 7600. Валерий Гаркалин 9000 оставлял за один сеанс массажа. Николай Баксов, это вот официальный двойник Николая Баскова. Геннадий Хазанов оставлял 6500 за мои техники массажа. Олег Митяев, Барт, известно, да, 3500. Иван Аганезов 5000 рублей оставлял за сеанс массажа. Дмитрий Дюжев составлял 4500 за один сеанс массажа. Владимир Вишневский, поэт, ну, может, знаете, вот, одностищий он там пишет, 3500. Владимир Живиновский, политик, он, правда, недолго притяжался, меня выгнал 10 тысяч, оставлял за массаж. Федор Бондарчук, режиссер, актер Шоуумен, за 9 тысяч оставлял за один сеанс массажа. Галина Петровна Азарова, это заслуженный учитель России, оставлял 3600 за один сеанс массажа. Конечно, я им предлагал программу более расширенную, понимаете, дополнительные там какие-то методы воздействия, да. И они оставались довольны, и поэтому понимали, что это стоит дороже, чем тот массаж, который делают в поликлинике, там, за 200-300 рублей, условно говоря. Соответственно, ну, кстати, вот, вы можете найти этот канал. Называется Академия Телесно-Ориентированных Практик, и тут наберете, как заработать на массажных технологиях. Там вот у меня есть много роликов, много советов, как это все можно применить в деле, да, какими способами повышать свой доход. Кстати, вот, например, вы получите книжку бесплатную, или кто-то уже получил, может быть. Получил кто-нибудь книжку? Я вот не знаю, бесплатный материал вам высылали, да, подарки, бонусы. Пишите в комментариях, пожалуйста, кто получил. Быстренько-быстренько оставляем комментарии. Просыпайтесь. Олег, вы имеете в виду аудио книгу, да? Она не аудио, она в PDF формате. Аудио это было... Аудио я вам высылал... Вы еще видите мой экран, да? Да, видно. Вот я вам высылал аудио-бонусы. Было такое? Получали? Кто-то минус написал, Татьяна, значит... Аудио-бонусы даже не получила. Так, кто там еще? Людмила не получила. Вот, есть книга, как заработать на массажных технологиях, да? Там вот тоже есть всякие фишечки, про которые я и сейчас рассказываю. И там тоже более подробно. Вы ее получите обязательно. Там у нас же еще будут какие-то продукты. Ну, кстати, кстати. Сейчас я покажу. То есть, она идет бонусом для тех продуктов, которые вы можете получать. Например, если вы все-таки хотите заняться даже в частной практике, вам понадобятся маркетинговые материалы. Ну, вот, например, там у меня целый набор, если уже дизайнеры поработали за вас. Ну, вот, там, часы определенные, пресс-куранты всякие, прайс-листы, акции, вот, да? Первый сеанс бесплатный, например. Для повышения лояльности клиентов, да? Или вот подарочный сертификат, когда клиент сразу заплачивает вам достаточно большую сумму, там, на 10, 15, 20 сеансов. Календари, это вот всякие вот листовки, там, стихи, картинки рекламные. Чтобы попасть в клаваномассаж, то есть, всевозможные методы усиления ваших продаж. Это вот купон на массаж со скидкой, да? То есть, вот, например, видно, да? За 2000 рублей массаж минус. Это вот, как бы, одна сторона, да? А это лицевая, получается, купона этого. То есть, он уже этим купоном рассчитывается за массаж. То есть, видите, получается 1000 рублей. Или вот от 3000 до 2000, да? Можно снизить. Вот календари там всякие, вывески над салоном, сбоку, на дверях, различные виды визиток, логотипов. То есть, есть лицензия, как бы, на все эти материалы. Вы можете это все приобрести. Вот всякие на машину наклейки, стенды вот такие вот. Roll-up называется. Так, что тут еще есть? Ну, вот там дизайн визиток у нас вот такой вот. Так вот мы специалистов своих представляем. Ну, это, естественно, вот визитка вот такого, наверное, размера, да? Вот, как бы, фирменный стиль. Это все мы вам дарим, этот стиль, да? Сами материалы вы скачиваете в формате Photoshop, PDF, ой, PSD формат. И, соответственно, можете и получаете тогда тоже эту книжку в подарок вам будет, про которую я говорил. А сейчас я вам хочу показать, как приходит к нам знание. Ну, кстати, если вы изучаете, изучаете, ну, все-таки собираетесь изучать, да, массаж, не знаю, пробудил ли я интерес у вас или другие специалисты пробудили ли я интерес? Вот у меня есть видеокурс, базовый мануальный массаж, да? Там много часов, не помню, сколько, 7-8, наверное, или 9 часов. Видеоматериалы, которые я вам вышлю, да, это тоже вот у нас в конце мероприятия. К организатору можете обратиться, да, и получить вот эту вот видеопрограмму. И еще у нас есть программа, вот тоже моя авторская, это лечим спину сами себе руками, делаем это дома с помощью, просто, быстро, легко и доступно, в общем, с помощью бытовых приборов любых. Используем кресло, стул, стол, там, скалку, биту, бутылку, шарики теннисные и так далее. Как это все можно использовать для себя, чтобы починить саму себе, там, спину, устранить боли в руках, ногах, в голове, да? То есть все эти материалы, они для вас уже есть, уже выпущены, да, и вы их можете получать. А, ну, кстати, вот о материалах, еще раз покажу. Далее, вот для женщин у меня вот такой вот курс есть, как от мужчины получать все, что хочешь. Я смотрю, у нас тут в основном женская аудитория, да? Это, этот курс вот предназначен не именно, чтобы женить на себе, да, мужчинам. Это вообще для любого типа отношений с мужчинами, будь то, там, с отцом, с любовником, да, с соратником по работе, с мужем со своим, да, ну, в общем, не важно, какой рядом с вами мужчина, да? Ну, вот тут есть 13 секретов отношений с мужчинами, мужчина домашней модификации. Плюс к этому продукту еще дополнительные бонусы идут, это как приручить мужчину. Вот первый бонус это видеофильм такой коротенький, 10 золотых правил. Опять же, 10 ключей к сердцу мужчины, это книга вот по центру, видите, да? И к этой книге есть приложение методическое, там с конкретными, вот уже более подробными рекомендациями. И вот этот вот комплект, 10 плюс 10 плюс 10, он идет к вам в подарок, вот к этому большому курсу. Это большая коробка такая, в которой, на самом деле, еще вложено очень много материалов, ну, бонусов там, короче, много, немерено. Я даже не знаю, сколько там, еще 8, 10 или 20 бонусных видео, аудио, подкастов. Так что, вот, если заинтересуетесь, смотрите эту коробку, спрашивайте большую коробку для женщин. После, после этого вебинара. Просто поясню сейчас вот по поводу знаний, откуда они идут. Ну, в первую очередь, вот, например, мы читаем книги, да? Ну, нарисую такую книжечку. Все видят, да, или тут уже отключился экран? Евгений, ты тоже отключился, да? Нет, видно о ваших книгах, видно о ваших картинках книги. Так, книги. Отсюда усваивается знание, ну, вот я имею в виду, внедряется в жизнь, да, то, что вы используете. Ну, как правило, там, 3%. Потому что книги мы не перечитываем, проходит там неделя, месяц, год уже там вообще информация из книги теряется, да? Следующий вид информации, это, например, аудио, видео, ну, такой значок нарисую, да? То, что вы там слушаете, смотрите. Из них в жизнь внедряется процентов, ну, там, 7-10, да? Смотря, если вы это практикуете. Опять же, я настаиваю на том, что надо практиковать, и тогда у вас появятся вот эти внедрения в жизнь, и, соответственно, доход ваш увеличится. Тоже забывается. Потом идут семинары. Давайте напишу вот так вот. Ну, надеюсь, видно, да? Видны семинары, да? Семинары, из которых усваивается процентов 20. Потому что там люди записываются, включается моторная, записывают информацию, включается моторная память, да? Еще круче, это если вы посещаете какие-то тренинги. Дело в том, что из тренингов вы уже практикуете конкретно, да? И у вас остается процентов, ну, 45 информации, а то и 50. Это точно. Что выше тренингов? Ну, например, воркшоп. Не знаю, знаете, вы такое понятие или нет. Это, короче, тренинг с непосредственным внедрением в жизнь. То есть прямо на тренинге вы используете эти материалы. Я был на таких тренингах, ну, например, там по бизнесу, да? Сразу тут же дается задание, там, найти клиентов или, ну, какой-то вопрос, решить задачу, да? Люди тут же на тренинге начинают звонить и тут же получают результат. И такие довольные через 15 минут прибегают. Вау, у меня клиент появился, я до него там два месяца не мог дозвониться, не мог договориться. А тут все так быстро, раз, и все хорошо. Соответственно, вот с таких воркшопов это уже 60%, я вот вам рисую, да? Вы внедряете в жизнь. Что выше этого? Выше этого это вот личный коучинг. Ну, это вы уже понимаете, да? Это персональная работа. Соответственно, это стоит гораздо дороже. Но, с другой стороны, вас тренер пинает и любыми другими способами, там, убеждает, мотивирует, там, звонит с утра в 7 утра и говорят, ну, что ж ты там, Татьяна, Люба, Алла, Ира, Галина, лежишь и ничего не делаешь, да? Давай, вставай, действуй. Москва впереди нас, давай строить, там, новый город, сейчас мы Питер построим. Ну, шучу, конечно. И, короче, докручивает вас, вашу жизнь, вашу деятельность до того, что вы получаете результат уже, там, практически 90%. Ну, соответственно, это и цены другие, то есть, вот по этой шкале у нас меняются цены. Если книжка, там, стоит, ну, от 300, там, рублей, да, до 500 рублей, то, например, аудио-видео, материалы, они могут стоить, там, ну, условно говоря, там, тысячу рублей, да? Ну, так округленно, везде же разные цены. Семинары, они могут стоить, ну, где-то там от 3 до 7 тысяч рублей, напишу 5, вот. Тренинги стоят от 5 до 15, 20, 60, там, даже тысячу рублей, да? Ну, и что-нибудь среднее, давайте 20, напишу. Воркшопы стоят подороже, это уже тысяч, наверное, 40 примерно, где идет, вот, сплошная практика. Личный коучинг стоит сколько угодно, ну, условно говоря, от 50 тысяч. Вот у моего ментора, тот, у кого я учусь, да, у него личный коучинг стоит от 200 тысяч рублей за один день, представляете? За час он берет 60 тысяч рублей. Так что, ну, даже не знаю, какую-то сумму написать. Ну, давайте напишу 150, например, тысяч рублей. Ну, это значит, что вы за эти деньги получите такой результат, который превышает вот эту сумму, да, раз в 5, в 10. То есть вы миллион 500 в итоге заработаете. Чтобы вы понимали, да, то есть это же не просто так вы отдали деньги и сидите, ждете, когда за вас кто-то другой что-то сделает. Так, что выше личного коучинга? Бывает ли такое? Ну, в принципе, бывает. Я вам скажу, что это, вот, например, тренерство. Это то, чем я занимаюсь, да? Ошибку тут сделал. Тренерство. Вот так вот. Тренерство, да? То есть я преподаю. Соответственно, что я делаю? Я получаю обратную связь от людей. Я знаю всегда больше на 1, 2, 3, 4 шага, чем мои ученики, потому что я всегда повышаю свою квалификацию. Я постоянно обучаюсь заново, дообучаюсь, да, практикую, отрабатываю навыки какие-то, в том числе и вот разговорные, да. То есть, в принципе, я уже до 100% внедряю эту в жизнь. Далее есть некоторое мастерство, которое, ну, вот, вопрос, да, есть ли что-то выше тренерства, да, когда сам вот уже преподаешь? Есть. Есть выше, это когда вы становитесь гуру или мастер, да? Мастер, напишу одним словом. Он уже внедряет в жизнь побольше. Он уже там до 150%, то есть уже больше даже, чем, ну, кажется логичным, да, внедряет это в жизнь. А если что-то выше мастерства, да, когда человек становится гуру, непревзойденным, есть, есть такое, это когда человек становится пророком, я так называю. Вы знаете несколько пророков, думаете, что их там 3-4, да? На самом деле пророков очень много, которые несут новое знание людям, взятое не снизу, да, не из книжек. То есть, мы, как обычно, поступаем... Сейчас я его нарисую. Так, что-то ничего не произошло. Или я не нажал, что ли? Не там, нажал. Ладно. Вот, мы обычно идем в наших знаниях, да, снизу вверх. Да, начинаем с чего-то простого, с книжки, там, или с видео какого-то, да? А вот эти люди, которые там мастер или пророк, вот почему у них больше ста? Потому что они переваливают за вот эту стандартную нашу черту получение знаний. Они их получают другими методами. Они их получают свыше. Тут идет поток вот оттуда. То есть, ну, вы все знаете, да, что пророки, например, уходят в пустыню, там, да, голодают, там 40 дней потом приходят, людям приносят что-то, в горы уходят. Еще там как-то медитируют, там, в сознание своем уходят, там, в параллельные миры, да. Ну, есть разные многие способы, неважно, верите вы в это или не верите, но приходят знания по-другому. И ко мне тоже, честно говоря, приходят знания уже и другими способами. Вот я вам говорил, что я с закрытыми глазами работаю, да, и как-то подспудно я знаю больше. Они сами ко мне приходят. Вот допишу, что на тренера тоже все-таки надо вложить какие-то деньги, да, вот, например, чтобы кем-то стать, надо 500 тысяч вложить, да, вот так условно. Вот, видите табличку, да, пишите вообще, интересно вам или нет, понятна эта информация или нет, отметите, пожалуйста, комментариями, чтобы я вас тоже видел. Спрашивайте вопросы, потому что вопросы что-то сейчас никто не задает, я буду вам на них отвечать. Давайте включайтесь поактивнее. Чтобы вы были активны, мы сейчас с вами немножко проснёмся. Тренинг. У нас сегодня вебинар все-таки по массажу для здоровья, да, давайте сделаем массаж сами себе прямо сейчас. Это делается легко, это делается руками. Давайте напишите, готовы вы или нет. Сейчас мы будем демассировать шею, руку, ногу. Принеси, пожалуйста, банку. Вот, кстати, к нам пришел мой сынок, вот такой вот, видите его. Тебе это слышно хочется, да? Да. Мы тоже делаем массаж, да, и тебе я делал, помнишь, делали? Массаж нужен всем. Мы делаем и своим деткам его, и муж жене делает. У меня этому тоже посвящен курс. Там есть, вы получите, вот в этом тренинге, лечим спину сами себе руками, да? Л-С-С-С-Р, так называется, вспоминайте. Вы получите приемы, как можно в домашних условиях, домочадцам своим помочь, мужу, жене, сыну. Там некоторые ролики, просто сейчас я не успею показать. Время вебинара заканчивается. Давайте вот теперь встряхнемся. Я вижу, плюсики начали ставить, да? Быстренько повторяйте, все за мной. Дело сразу на камеру. Дубли не будет. Сразу, сразу вы получите результат тут же. Садитесь просто поудобнее. Ну, или если вы стоите, стойте. Похлопали в ладоши. Похлопали так себя по лесу. По черепу, по тыльной стороне, затылка, да? Уши свои помассировали. Между пальцами вот так вот зажимаем ухо и массируем его в разные стороны. По кругу вот такой точечный массаж. Дело в том, что ухо, так же, как и стопы, вы наверняка знаете, да? И руки, оно все испещрено у нас акупунктурными точками. Рефлексогенными такими точками. Они есть, ну, вообще-то, на всем теле, да? Но в данном случае, в данном случае, уши, они очень активны. И вот тут расположен у нас позвоночник. Практически это, вот если посмотрите, да? Вверх ногами изображен зародость человека. У каждого уха имеет свою уникальную форму, свою индивидуальную структуру. Так же, как и отпечатки пальцев нашего у нас у всех. Уникальные, да? И форма нашего уха, она отображена еще на двух половинках нашего мозга. Когда мы его разделим, да? Вот эти два полушария. И посмотрим с этой стороны, да? То тут будет нарисована форма нашего уха. И там есть рецепторы. Вот внизу голова, да? Вот тут находится хребет, шея, хребет, прошел позвоночник. Сюда вот загибается ближе к копчику, да? Соответственно, в эту сторону ноги. Тут руки, тут органы внутренние. Тут глаз находится, вот тут зубы. Да? То есть эти точки мы можем промассировать, активизировать их. Давайте повторять за мной. Быстренько снизу вверх по этим точкам проходимся по позвоночнику до самого докопчика. Потом по внутренним органам быстро нажимаем. Вот так вот силой нажимаете. Быстренько их промассировали. Промассировали и растерли еще раз. Теперь берем пальцы. Ну, лучше два пальца взять. Делайте, делайте. Я за вами слежу. Два пальца вот так вот под черепом. Надеюсь, вам видно, да? И берем резко вдоль всей шеи вниз. Ниже опустились на один позвонок. И еще раз так вдоль всей шеи. С силой так вот вниз. И еще ниже. И еще. Если кому-то мешает рубашка, воротник или там шарфик, что у вас есть, да? Лучше снимите. Хотя можно массировать себя и через одежду. Следующее упражнение. Берем себя за вот эту плечевую мышцу, трапецию называется, и с силой ее сдавливаем. Сдавливаем и как бы пытаемся немножко от себя в ту сторону отодвинуть. Назад. Назад мы ее. Вот я думаю, на видео будет видно. Назад отодвигаем. Сделали. Так. Взяли свою голову и немножко до конца к плечу потянули. И в эту сторону. С напряжением так головой сопротивляемся, а рукой давим все-таки. И натягиваем до краев. Взяли себя под черепом, вот так вот, да? И тоже потянули вверх и вперед. Несколько раз. С усилием. Просто теперь по точкам пройдемся. Вот там, где начинается лысной покров, у нас, да? Вот такая вот. Здесь есть точка. С силой ее массируем. Очень хорошая точка. Проходят все головные боли. Проходят, ну, наши проблемы. Бессонница проходит, там, тревожность какая-то, да? Следующая точка, где у нас линия волос вот так идет. Возле черепа, да? Ой, лба. Вот, то есть вертикально над ней. Вот тут вот точка, да? С двух сторон ее берем и массируем. Можете это делать любым пальцем, каким угодно. Далее точки за черепом. Там, где крепится наш череп, подходят мышцы, да? Каждую эту точку круговыми движениями. Давайте, давайте быстренько прорабатывайте, подключайте любые пальцы, какие вам удобно. Проработали, да? Вот, мы уже помогли себе. Мы уже немножко встряхнулись. Теперь, смотрите, на голове очень обильно у нас развита лимфатическая система. Лимфатическая система – это очистка нашего организма. Все шлаки через нее уходят. Все сбросываются, все там, бактерии, мертвые клетки, вирусы, грибки и так далее. Все через нее сходит, да? Сбрасываются. Но мы про нее как-то забываем. Про это даже врачи редко говорят. Не то, что они не знают. Они не знают, ну, как бы, насколько это важно. Насколько это важно помогать самому себе с лимфатической системой. Для этого не обязательно обращаются к каким-то специалистам или в институты. Это все можно делать так же на дому. Например, они вот по лицу, да, расположены вот в эту сторону и идут вот сюда. Тут вы наверняка знаете, что под челюстью находятся лимфатические узлы. За ухом они находятся, под ухом. И вот они спускаются лимфатические узлы по двум нашим вот этим вот мышцам туда, в подключичную область. Под ключицу находится большая лимфатическая цистерна, да, которая это все аккумулирует и потом сбрасывает из организма. Так что давайте это все проработаем. По челюбу, соответственно, лимфатические узлы идут вот так вот назад. Вот давайте это все промассируем. Вот так вот можно с силой, можно с вибрацией. Повторяйте, повторяйте за мной. Я все вижу, я все контролирую, как вы делаете. Давайте, давайте вот так вот назад, назад. Все это быстренько провели, по лицу провели. Практически, если вы вспомните, кто занимается массажем лица, уходом с собой, они совпадают с массажными линиями. Это все совпадает, да, то есть мы провели по массажным линиям, по лицу, вот так вот сбрасываем эту всю энергетику и всю эту засоренность нашего организма. Сбрасываем вниз, вниз, за ушами, ниже, 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 вот туда, по шее, по шее, вот туда, 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 просучали, провибрировали. Вы знаете, почему мусульмане часто, когда намаз делают, они как бы умываются, да? Если нет воды, то они хотя бы просто вот так руками делают. Даже после приема пищи любого они так делают. Так вот, знаете почему? Многие пророки, про которых я говорил, они знали все вот эти фишечки, все эти способы улучшить свое самочувствие, о которых я сейчас рассказываю. И мы тоже сами эту фишку сейчас использовали. Сами мусульмане даже не знают, зачем они это делают, а я знаю. Они это делают для того, чтобы сбросить эту всю отрицательную энергетику, да, и прочистить свои лимфоузлы. Еще раз так проделали. Ну, встряхнулись. Теперь быстренько в чате пишите мне, кто что получил. Почувствовали ли вы энергию, взбодрились ли вы? Может быть у кого-то хроническая усталость ушла, головные боли ушли. Вот сколько мы это делали, так по времени, минут пять примерно, да? Но результат я чувствовал, ну, я, например, взбодрился точно, у меня прям даже вспотел шея, шея даже так немножко горит. Пишите, пишите в чате, что вы почувствовали. Пишите, пишите, быстренько пишите, активнее. Вот, ну и, соответственно, второй вопрос к вам, дорогие наши слушатели. Если вы почувствовали результат сейчас, вы можете поверить в себя, что это просто. Ну, добиться какого-то результата просто. Вот многие люди тоже говорят мне, «Ой, мануальная терапия, да ты что, тут без специального образования не пройти, это же надо, там, ты навредишь человеку или еще что-то». И вот я на своих курсах всем говорю, что на самом деле навредить человеку, это надо еще постараться, но гораздо проще. На 90% это легче сделать, чтобы принести человеку пользу. Откуда взялся массаж? Это никакие необязательные умения. Еще там, может быть, вы видели, как обезьянки друг к другу там массируют спинку, да, кошки там массируют своим хозяевам живот или какое-то больное место лапками, так, да. Даже если вы просто положите какому-то человеку постороннему, ну, болит у него, да, интуитивно даже вот кажется, ну, давай поглажу, погладили, да, или кто-то сам себе там что-то погладил, да, и вроде как бы проходит, или животик там погладили, и вроде проходит, да. То есть причинить пользу человеку непоправимую, так, чтобы ему было хорошо, приятно, и он вам был благодарен. Во, видите, пишут, спасибо, взбодрились. Вот видите, пять минут, и вы сами себе сделали все удовольствие. Я только был катализатором этого, я только вашим проводником являюсь. А на самом деле вы сами мастера. Ваши руки, они уже волшебные. Вы можете ими принести пользу другим людям. Ну, хотите безвозмездно, хотите за деньги, хотите просто так в благодарность, да, за что-то. Теперь пытался заснуть не мой. Ольга хотела спать, но мы ей помешали. Так, не спать, товарищи, не спать. Честно говоря, я не знаю, мы сейчас находимся в разных регионах, да, у нас сейчас по московскому времени 9 часов, да, может быть, у кого-то из вас уже утро. Но все-таки мы вещаем на всем пространстве русскоязычного интернета. И я со своей школой Альфа-Топ Академии телесанитированных практик, Олег Алавгудвин, я номер один преподаватель на всем русскоязычном пространстве интернета. По статистике смотрю на Ютубе, у меня там, ну, понятно, русскоязычный канал, да. Кроме России и Украины на третьем месте просмотров, оказывается, вы не поверите, кто? Арабские Эмираты. Кому-то там тоже, значит, нужны вот эти техники, да. На четвертом месте просмотров в США. Оттуда тоже смотрят. Потом Норвегия. Ну, везде есть русскоязычные люди, да. И, соответственно, раз смотрят, значит, кому-то надо, да. Если мы приносим пользу, то, ну, почему бы ее не делать? Почему бы ее не начинать делать прямо сейчас? Вот я вам сейчас покажу в своей школе ее осмысленность. В общем, а, вы экран не видите, да? Сейчас я экран отключу. Вот. Ну, миссия своей поделюсь. Чем я занимаюсь и чем занимается моя школа? Нет более богаугодного дела на земле, чем помогать другим людям. А я же помогаю, и мои специалисты помогают другим людям, да. Это нельзя отрицать. Мы обучаем людей и трудоустраиваем людей, да. Мы лечим людей. И наши ученики тоже продолжают нашу тему. Они также продолжают оздоравливать других людей. И так длится до бесконечности. То есть мы такую благую миссию несем в этот мир. А разве может быть какое-либо противодействие такому богу годному, благородному делу? Делу добродетели. Мало у нас людей, которые занимаются добродетельностью в этом мире, да. Поэтому я вам просто рекомендую. Попробуйте тоже для себя понять, как можно сделать людям какую-то помощь принести. Может быть, если вы хотите обучиться, можно это делать дистанционно. Можете приходить к нам на тренинги. Можете по видеокурсу обучаться. Опять же покажу. Вот у меня мануальный массаж, базовый курс. Если вы почувствовали, как это просто сделать самой себе. Ну, я смотрю в женскую аудиторию, поэтому от лица женщины обращаюсь. А, вот Евгений пишет. Проснулся. Давайте, просыпайтесь. Если вы почувствовали, насколько это просто сделать для себя, да, то также вы сможете это просто сделать, спотерентировавшись на моих вот этих видео курсах. Мануальный массаж, базовый курс от меня лично, да, или вот помочь своим родственникам, родным, посмотрев вот этот вот курс, лечим спину сами себе, руками, сокращенно ЛСССР. Вот. Постоянно эти уроки у меня пополняются, так что подписывайтесь на наш канал в Ютубе. И еще раз покажу, как он выглядит. Выглядит он просто... Ну вот. Академия интересной ориентированной практики тут написано, видите. Так что подписывайтесь, там тоже есть много видеороликов на разные темы, как детям делать, например, массаж, да, то есть своим домочадцам вы всегда сможете помочь. Вот тут ребенку делаю акробатические такие мануальные техники. Ну, если любопытно, давайте покажу кусочек. Пока у нас еще время есть. Надеюсь, экран видно, да? Да, ведь нам берем двору. Так, сейчас промотаю куда-то вперед. Вот так вот это делается все безопасно, над кроватью, да? Закидывается ребенок. Это всем весело, задорно. У ребеночка развиваются суставчики. Там, как это все сделать безопасно, я в видеороликах рассказываю. Так что материал окопится уймой, он постоянно пополняется. Поэтому не теряйте возможности, не теряйте времени. Подписывайтесь, чтобы знать больше, чтобы больше уметь. Также я на своих ресурсах есть еще другие каналы пиарю специалистов. Ну, вот тут они где-то выступают. Вот, тренер Андрей Петров, мастер. Ну, ладно, не буду за рекламу, не буду показывать. Ну, короче, есть каналы, где я пиарю специалистов. Вот опять же, вот в этом курсе маркетинг для массажиста, да? Про которые я вам показывал. Графические материалы, да? А там же не только графический материал в нем есть. В нем есть полностью продвижение, если вы станете, ну, хотите на этом поприще, да? Как-то себя продвинуть, заработать. Там есть материалы, как... Ну, мы вам помогаем, либо вы сами делаете, да? Уроки такие. Как себя продвинуть в Инстаграме. Как себя продвинуть... Так, сейчас, подождите, потерялся немножко. В социальных сетях. То есть, как подготовить вот эти вот... Поле для своей деятельности, да? Информационное поле, так там это называется. Для своей деятельности. То есть, использовать грамотные визитки, объявления. Там какие-то рассылки сделать, да? Мы также размещаем вас на ресурсе Альфа Массажист, где продвигаем как специалиста, да? То есть, туда тоже идет поток клиентского трафика. То есть, хотите стать тренером, так же вас продвигаем. Хотите стать массажистом, тоже вас продвигаем. Поэтому, не упускайте эту возможность. Вот сейчас вам покажу просто еще. Ну, вот у нас сертификаты вот такие выдаются на наших тренингах. Красивенькие. Печать из голограммы где-то тут они были. Потом, опять же, по поводу заработать. Вы можете прямо сейчас начинать зарабатывать. Не зря же у нас называется, как на массажных технологиях заработать. Вот у нас есть билетов. Пачка. Тот, кто купит билетов в пачку, тот получит водокачку. Вот. У каждого билета есть свой номер, да? И печать. Билеты на наши тренинги, они, видите, без даты, без времени и без количества дней прохождения. Один билет, ну, это как инвестиция, как акция, рассматривайте так. Его можно приобрести за 5000 рублей, например, да? Но продается тренинг стоит, там, 2 дня 7000 рублей, 3 дня, там, 15000 рублей, 4 дня 20 тысяч рублей, ну, и так далее, да? То есть, вы продать этот же билет можете кому-то за полную стоимость самого тренинга. Ну, например, если он стоит, там, 15000 рублей, да? А вы продали за 20, ой, за... А вы купили его за 5000 рублей. Это во сколько раз прибыль, интересно? Это прибыль... Ну, в три раза, в три раза 300%, да? То есть, 300% прибыль. Она может быть у вас и 250%, да? И 400% это прибыль. Дело в том, что... Для кого выгодно это предложение? Если вы хотите провести тренинг в своем городе, например, да? А я знаю, тут у нас много иногородних нас слушают, да? Вы собираете группу и вот все эти деньги, которые вложили, и все, что свыше... Ну, вложили, то есть, вы их отбиваете, а все, что свыше, вы зарабатываете. Нету такого другой, я такой, не знаю, банковской услуги, депозита, кредита или, там, не знаю, акции какой-нибудь, которая бы была с такой процентной доходностью. И это никакая ни денежная пирамида, ни MLM. Это все реально. То есть, приводя людей, у кого-то есть группа, может быть, у кого-то, может быть, есть свои, там, связи с какими-нибудь школами, да? У кого-то, может быть, есть сообщество, кто-то где-то там крутится, да? Вот вы их можете пригласить, организовать для них это мероприятие и неплохо на этом заработать. Зарабатывайте, граждане, дамы и господа, вместе с нами. Делайте это весело, легко, просто и непринужденно. Ну, соответственно, билеты стоят такие, продаются пачками, не по одному, естественно, от пяти штук, минимальная партия. На своих тренингах также мы выдаем вот такие деньги, все мы раздаем. Ну, естественно, это не деньги, тут написано купон, да, с голографией, с голограммой, с печатями, номерные купоны, которые дают на эту сумму, на номинал этой суммы, да, скидку на любые наши следующие мероприятия. Как я говорил, у нас тренинги, только по массажу 35 видов тренингов находятся, да? Тренеров очень много. Есть, ну, почему школа называется телесно-ориентированной практики, а не школа массажа, да? Потому что все, что связано с телом, мы там все изучаем, все проходим. Это и банные парения, и моржевание, и голодание, здоровое питание, там, тантра-мантра, секс, там, да, всему обучаем. В общем, все, что связано с телом, с разумом, и с душой, с энергетикой, мы там все обучаем. Даже развитию психоэмоциональной способности, развитию сверхспособностей, развитию энергетики. У меня, например, лично руки достаточно энергетические, я бесконтактно даже делаю массаж. Но, к сожалению, не Алан Чумак, не смогу я на вас через экран монитора повлиять. Но, тем не менее, есть много способностей, которые зарыты в нас, понимаете? Которые мы почему-то боимся проявить. На самом деле, это, видите, очень просто. Это очень дешево, на самом деле, потому что тренинг у меня стоит, в день мы занимаемся 10 часов, и тренинг стоит 3875 рублей за один день. Тоже вы нигде дешевле не найдете. Это все просто эффективно. Я уже вначале говорил, что люди у нас после тренинга, во-первых, на тренинге сразу зарабатывают, берут клиентов прямо на тренинге, обрабатывают. Потом после тренинга сразу трудоустраиваются, забирают у меня в аренду столы массажные. То есть, это эффективно. Видите, сразу люди начинают работать. Это сразу в дело, сразу в практику идет. Ну, вы сегодня попробовали массаж шеи и головы, да? Получилась у вас практика? Ну, надеюсь, все получилось, да? Это просто. То есть, девиз нашей школы – просто, быстро, эффективно, доступно. Понимаете? Просто, быстро, эффективно, доступно. Золотая формула, от которой отказаться невозможно. Отказаться можно только либо по глупости, либо по неверию. Вот напишите сейчас в чате, пожалуйста, есть три категории неверия или недоверия, да? То есть, человек, во-первых, не верит в информацию, которую я там несу, доношу, да? Может быть, вы не верите в то, что я тут написал, цифры какие-то привел, опыт свой рассказал. Может быть, вы этому не верите, да? Второе – человек не верит тому, кто говорит, да? Ну, например, мне, Олегу Гудвину, вы не верите. Или, там, вам неприятна моя борода, моя речь, там, мой вот этот вот чубчик, да? Что-то вам не нравится, да? И третье – человек не верит сам себя. А получится ли это у меня? А возможно ли это? Блин, за два дня профессионалом не стану, да, это тяжело. Вот некоторые вот так вот могут думать, да? То есть, себя в чем-то ограничивают. Напишите, пожалуйста, быстренько-быстренько в чате пишите. Время у нас подходит к концу нашего вещания, да? Напишите в чате, что вас останавливает, что вас беспокоит. Еще раз повторяю, три пункта. Не веря в самого себя, в саму себя, да? Не веря в материал, не веря в тренера, не веря в школу. Не знаю, можете чего угодно написать, хоть не веря, там, в Аллах или в Пророка. Пишите, я пока вам покажу еще один. Экран, экран. Вот, видно, да, эти цифры? Нет. Не понял. Вот сейчас видно, да? Да, видно. Вот, Евгений, молодец, быстро отвечает. Может быть, вы не верите вот в эти цифры, да? Там стрелка вверх какая-то, стрелка вниз, что он тут рисует, что объясняет, какую-то чушь, наверное, несет. Великовозрастных берете? Да, на наши тренинги приходят в 60 лет люди, да? Вот ко мне приезжала из Кёнигсберга в Москву женщина, ну, вдвоем там, женщина-мужчина. Обоим было по 60 лет. Они открыли свои салоны. Вот, представьте, в 50-60 лет люди меняют жизнь, меняют свою профессию. Это удивительно. Нельзя никогда опускать руки. Нельзя никогда падать. Ну, вернее, падать-то можно, но, как правило, сильный человек тот, который споткнулся и пошел дальше. Встал, пошел дальше. Споткнулся еще раз. Встал, пошел дальше. Понимаете? Только сам себя ограничивающий человек споткнулся и иной. Ой, плохо, туда идти нельзя, там плохо, больно. Выходите из своей зоны комфорта и открывайте для себя новые цели, новый бизнес, новые заработки, новые доходы. Самый первый шаг, самый трудный, да. Ну, первый шаг, это до шага еще один есть шаг. То есть, до физического шага есть шаг. Это вот Татьяна Голубевна пишет, да, самый первый шаг, самый трудный. До физического шага есть шаг неуверенности, шаг решимости, понимаете? Вот из зоны комфорта выйти сложно. Вот. Евгений тут, Горовенко пишет, мне больше плюс 10. Что значит плюс 10? Плюс 10 лет. То есть, 10 лет с лишним? 12 лет, что ли? Так, Татьяна верит в самого себя. А, наоборот, наверное, не верит в самого себя. Ирина Плотникова тоже пишет, что сомнения в себе. Вот, на самом деле, это все гораздо ближе и доступнее, чем вы думаете. По поводу того, что нет клиентов, да, вот у меня будет следующий тренинг, вебинар по тому, на тему, как найти клиентов. Там тоже у вас будет информация на эту тему. Я вам сразу скажу, что люди некоторые ноют. Сейчас просто видео не буду показывать это все. Искать надо будет. Так, на словах объясню. Ну, вот, поехал я отдыхать в Египет. Закончились у меня все деньги. Ну, бывает так. Прогулял там, прокутил в ресторанах, в казино всяких, в клубах ночных. И остается до выезда домой три дня. Я думаю, что делать? Денег нету, а хотел же бы еще сувениров всем купить, подарков купить. И что я сделал? Я придумал, написал на бумажке. Просто на одной бумажке. Даже где-то образец такой бумажки есть. Вот. Делаю массаж там, да, за любую сумму срочно, потому что нужны деньги. Ну, честно написал, да. Люди, и поставил на палочке вот так вот, возле своей лежанки на пляже, где лежал, да. Люди начали подходить, сначала смеялись, там, ха-ха-ха, прикалывались. Потом там одному показал массаж прямо на пляже, да. Потом другого или другую вел там к себе, там, промассировал полностью, сделал массаж, да. И люди начали друг другу говорить, и пошел поток клиентов. И вот за эти три дня, вы не поверите, я заработал столько, что вез 30 килограмм подарков, сувениров. Я там все накупил, какие-то каменные, там, статуэтки, какие-то кальяны, там, чайники, что-то, тарелки вот эти вот медные, вот эти вот красивые арабские, там, все вот эти вот узоры. Накупил, квартиру свою обставил, кому-то там что-то подарил, там, все всем раздарил, понимаете. То есть клиенты они есть. У меня есть такая фраза, что нету, даже там видео такое есть в Ютубе. Если рядом с вами находится человек, у него есть спина и шея, а у вас есть навык в ваших руках, а навык, если вы один раз обучились, его не пропьешь, не прокуришь, это как научиться на велосипеде ездить, да. Всю жизнь он остается с вами, причем это работа такая в стиле фри лайф, вы можете зарабатывать в любой точке мира, не имея никаких границ, там, дипломов. В любом возрасте можете зарабатывать, понимаете, вот тут на пенсию идете, можете этим на этом поприще массажем зарабатывать. Ну, давайте говорить не массажным, а массажных технологий, то есть вы можете же не сами делать, да, вы можете открывать салоны под других специалистов, вот тоже многие пишут там сомнения в себе. Но если вы, Ирина Плотникова, сомневаетесь в себе именно, да, ну, не делайте сами массаж, но вы же можете сделать салоны. А у нас, кстати, в компании Альфа Топ тоже есть франшизы, то есть мы помогаем открывать эти салоны, мы обучаем, как это делать эффективно, чтобы он был прибыльный, да, обеспечиваем этими маркетинговыми материалами. Вы это все начинаете использовать и получаете прибыль уже не своими руками, а с салонов. Хотя бы начните с маленького кабинетика. Кому такая идея нравится, отпишитесь мне в чате. Вот кто-то там, Евгений, сомневается в возрасте, да. Но если вам возраст или там сломанная нога или грыжа в пояснице мешает делать массаж, не делайте. Я вас не заставляю, но вы можете на этом продолжать зарабатывать, используя труд специалистов. Как мой ментор говорит, надо нанимать тех людей, которые умнее вас и профессиональнее вас. И тогда вы тоже будете всегда в плюсе. Понимаете, не надо надеяться только на себя. Мы коллектив, мы все друг другу помогаем. И в нашей школе Академии Интересно-Ориентированных Практик мы такие франшизы открываем, где мы помогаем другим ставить эти кабинеты, открывать это все для вас. И вот возвращаясь к этой афоризму, который я придумал, да. Он звучит так, что если у человека рядом с вами есть спина и шея, а у вас есть навык в руках, да. То вы сможете всегда заработать, у вас всегда есть клиент. Только он об этом еще не знает. Надо ему просто сказать. Надо донести до него информацию. Меня удивляют некоторые там, даже массажисты, вот, ой, где эти клиентов в нашем городе никого нету, там, еще чего-то. Да, господи, проще простого. У меня клиентов пруд в пруде. Вот я прихожу на другие тренинги, да. Вот недавно был на тренинге по бизнесу. Прямо в коридоре я начал кому-то там мять спину, да. Вокруг собралась такая толпа, человек 20-30. Кому-то стал шею там править, раз, 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 там, да. Кому-то там плечи там размял, да. И мальчики, девочки, мужчины, женщины стали подходить один за одним. Это оказалось настолько кому-то важно. Я думал, там не моя целевая аудитория, там по бизнесу, там вообще на другую тему все рассказывали, представляете. А вокруг меня собрало, ну, там, на нем на тренинге присутствовало 2000 человек. И из них по 50 человек каждый день стакапливалось вокруг меня. У меня закончились все визитки, все флайеры закончились. Мне до сих пор звонят и снова хотят записаться ко мне на массаж. Понимаете? То есть там я показывал бесплатно, а люди стали приходить ко мне за деньги. Вот вам один из лайфхаков. Лайфхак, такие модные слова, да. Как найти клиентов? Делайте бесплатно. Делайте многое бесплатно. Для своих, для любимых, дома, для сыновей, дочерей, для бабушек, для дедушек, для мужа, для отца, для жены, для своей, да. Делайте бесплатно. И люди к вам потянутся. Предлагайте свои услуги. Предлагайте их в неожиданных местах. Вот как я, например, на тренинге на чужом, да. Вот как массажисты, кстати, зарабатывают. Многие массажисты в сезон выезжают на пляжи, да. Вы наверняка много таких видели. Открывают просто, там даже не палатка, тент стоит на этих, на рожках, на таких, на палочках. И они делают массаж и зарабатывают на пляже. Потому что многие из городов, богатые люди, выезжают куда-то отдыхать, да. Приезжайте там, делайте массаж. То есть, ну, надеюсь, веру в то, что массаж делать просто, эффективно, и на этом можно зарабатывать, и клиентов найти можно. Я, наверное, эту веру вас вселил. Мы заканчиваем наш вебинар. Или не заканчиваем. Евгений, скажи, сколько нам до конца осталось? Лучше пора заканчивать. Да, да, я вот просто смотрю, там вроде 3 минуты, да, осталось. Так что, пожалуйста, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Вселил я вас в веру или нет? Скажите. Вселил или нет? Вселил или нет я в вас в веру? Пишите. Или, если есть какие-то вопросы, задавайте. Задавайте прямо сейчас, пока я здесь. Используйте меня, используйте, чтобы вытащить из меня все знания, чтобы получить максимальный эффект от этого вебинара, чтобы получить максимальную пользу. Я для вас, я для вас существую, я для вас открыл YouTube-каналы в интернет-пространстве, я номер один, специалист номер один по массажным технологиям. Быстенько, быстренько пишите. О, кто-то пишет. Вы за водой. Да, я за водой, я завожусь от вас. Я завожусь от вашей реакции. Осталось 3 минуты, быстро пишите. 3 минуты, вы много еще успеете. Да, да, да. Что сказал? Да. А, веру, веру вселил в Людмилу, в Татьяну Голубец. Да. А, Голубенец, извините, неправильно причитал. Да, 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 да. Давайте, давайте. Используйте мои материалы для собственной пользы, для собственного развития. Покупайте их, вам придут ссылки на скачивание. Там есть много бесплатностей всяких. Покупайте после этого вебинара. Быстренько мы заканчиваем. Осталась 1 минута. За 1 минуту кто еще ответит? Ирина пишет. Д1. Д1 это что? Д... А, делать. Делать, да. Из моей формулы, да. Быть, делать, иметь. Она, наверное, это имеет в виду. Ирина Плотникова. Ну, у вас неуверенность в себе была? Надеюсь, у вас будет уверенность. Ну, вот уже спасибо пишет. Ну, ладно, если у вас вопросов нет, пишите. Спасибо. Благодарности. Кстати, если кто хочет оставить благодарность в виде отзыва, да, можете записать видео отзыв, ну, на обычный там фотоаппарат или сейчас на любой спартфону можно записать, либо в текстовом виде, присылайте мне, я всегда открыл для вас, присылайте свои подарки, видео отзывы, может кто-то хочет благотворительность послать мне какую-то денежку, присылайте, тоже готово. Давайте общаться, давайте общаться дальше, ищите меня в ВКонтакте, там, ну, во всех социальных сетях, нашу школу, которая называется Академия телесной и социальной практики, вот с таким вот логотипом, вы его видите, да. Вот там сверху покажу, видите, вот такой вот логотип у нас, сегодняшний тренинг назывался «Как заработать на массажных технологиях». Вы поняли эту формулу, как это делать, да? Быстро, просто, эффективно, доступно. И я всегда тоже для вас быстро, просто, эффективен, доступен. Пишите, 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 я думаю, я вас зарядил, да, на позитиве, перед следующим выступающим, перед следующим спикером, рекомендую вам повторить те же самые упражнения, которые мы проделали только что для себя, да, постучите по щекам, помассируйте уши, пройдите вот эти точки, я говорю быстро, чтобы, потому что уже осталось там полминуты, проведите вот эти точки сзади, да, лимфоузлы прочистите, массируйте лимфоканалы, да, чтобы у вас всякая гадость ушла. Можно встряхнуть и руки сбросить, как бы так встряхнуть их в пространство, да, чтобы еще энергетика сважила до дурная, негатив ушел. Я только за позитив, я надеюсь, вы тоже за позитив, поэтому я с вами не прощаюсь, говорим до новых встреч, время нашего вебинара подошло к концу, пока-пока, всем спасибо, я рад вас видеть, слышать, ну там, если в переписку вступите тоже, и поэтому я сейчас не прощаюсь, а говорю вам до свидания, до новых встреч, дамы и господа, пока-пока.